Привет, ребята! Меня зовут Наташа, и давайте мы с вами немножко поболтаем сегодня. Сейчас утро, где-то девять часов, я пью кофе. Вообще-то я никогда не снимаю видео по утрам, я всегда это снимаю после обеда, но всегда бывает первый раз. И сейчас я дома одна, потому что Леон пошёл в школу. Да-да, вы услышали правильно, Леон ходит уже в школу. Ну, вообще-то это не совсем школы, это скорее детский сад. На голландском языке это называется Pöter spielzal. На русский я бы это перевела как игровой зал для детей дошкольного возраста. Он туда не ходит каждый день, не ходит каждый рабочий день туда, он ходит только два раза в неделю. Один раз после обеда на два часа и один раз по утрам на два с половиной часа. Так вот, сейчас я его завела туда полдевятого и в одиннадцать часов опять пойду забирать. Очень странно быть одной дома без Леона. Я помню, когда первый раз я туда его завела, то я очень переживала. Не то чтобы я боялась там за него, что там всё-таки он с незнакомыми людьми. Я туда доверяю этим людям, которые там работают, приятные женщины. Но всё равно было как-то странно. Мой маленький сын, и вот он уже один там с чужими людьми, с незнакомыми людьми. Так вот, я очень переживала, я всё смотрела на часы, когда же пройдут эти два часа. Но эти два часа прошли очень быстро, и когда я его забирал, он был очень довольный, был рад меня видеть. Если бы... Я вот не знаю, что было бы, какой агонии были бы эти два часа, если при расставании он бы тогда плакал в первый день. Потому что сейчас он... Да, сейчас он плачет, когда мы расстаёмся, но в первый день, мне кажется, он не совсем понял, что происходит. Мы пришли туда, он увидел много игрушек, был очень доволен, всё было хорошо. Я ему говорю, ну всё, Леон, я пойду домой, пойду, может, уберусь или займусь какими-то другими целами, ну и через два часа я приду тебя забрать. Ну, кажется, сказал, всё хорошо, говорю, поцелуй маму, ну, давай. И он такой на меня смотрит, думает, ну хорошо. Я потом уже вышла на улицу, вышла из Тани и стояла около окна и махала ему. И он на меня смотрел с открытым ртом, такое в недоумении, что происходит, но не плакал. Я думала, ну вот, какой у меня большой парень, даже не плачет. Думаю, вообще, ну, супер! Я так гордилась, думаю, ну вот, какой у меня большой мужчина. Но потом, когда я вернулась его забирать, то воспитательницы сказали, что когда он уже больше меня не мог видеть, когда я уже по-настоящему ушла и он это понял, то он очень плакал некоторое время. Ну, конечно, потом успокоился и опять играл в их туркинецами, конечно. Так вот, и ещё два года, ещё только два года и он пойдёт в настоящую школу, потому что в Голландии дети идут в школу от четырёх лет, а Леон сейчас два с половиной года. Да, время бежит очень быстро. Кстати, я тоже пошла в школу. Да-да, сын пошёл в школу и мама решила тоже пойти в школу. Как и Леон, я не хожу каждый рабочий день туда, а только два раза в неделю я хожу на курсы голландского языка. Вообще-то я и сейчас уже довольно нормально могу говорить на голландском языке. Я бы сказала, что мои знания голландского языка на данный момент где-то на уровне B1. Так что, если мне приходится говорить с голландцами, то у меня нет особых проблем. Я могу сказать, чего я хочу, и я понимаю, что они говорят, могу ответить. Но проблема в том, что я говорю как дети, как школьники, простыми предложениями. Я бы хотела просто поднять уровень своего знания голландского языка. Я бы хотела говорить сложными предложениями. Потому что сейчас, бывает, мы сидим все вместе, вот с друзьями, там, голландцы сидят все вместе, там, что-то беседуют, обсуждают какие-то сложные темы. И я вот понимаю, что они говорят, но когда я хочу что-нибудь тоже сказать, то я смущаюсь. Потому что просто они звучат как взрослые люди, а я как какой-то ребёнок с простыми предложениями что-то объясняю. И самая большая проблема у меня с голландским языком это порядок слов в предложении. Если я пробую сделать сложные предложения, то часто я ставлю слова на плохое место, на неправильное место, да, путаю их местами. В русском языке порядок слов совсем не важен, вы можете менять как хотите, а вот в голландском языке важно знать место слова в предложении. Каждое слово имеет своё место. Так вот, если вы не знаете, то голландский язык это такой микс немецкого и английского с примесью французского. Я даже думаю, я очень хочу начать снимать видео на голландском языке для того, чтобы улучшить свои знания голландского языка. Мне надо больше разговаривать и потому я думала, вот было бы очень классно, если я просто вот делала бы такие видео. У меня вот есть книга, в этой книге есть такие задания, допустим, поговорить на какую-то тему, вот они тебе дают тему, вот что-то сказать на эту тему. Вот я думала, я могла бы брать эти задания, написать для себя текст и просто попробовать записать видео. И я думаю, это очень классно, потому что если вы выкладываете видео на YouTube, то носители этого языка посмотрят это видео, скорее всего, ну, через какое-то время посмотрят и просто вам укажут на ваши ошибки. И да, это очень помогает учиться. Я советую вам тоже, если вы не боитесь, то делайте видео, просто говорите, вот, не знаю, приготовьте себе текст на какую-то тему, неважно на куда, допустим, ваш день. И напишите на голландском, не на голландском, на русском языке, напишите, допустим, я там встал 8 часов, пошёл, принял душ, потом позавтракал, пошёл на работу, ехал на автобусе и так далее. Если вы потом расскажете это, одно дело, вот, когда вы просто прочитаете или услышите, это такое пассивное изучение языка, а другое дело, когда вы сами создаёте контент. Потому что когда вы создаёте, когда вы кому-то рассказываете, вы запоминаете намного лучше. Потому что вы будете, это не будет так, что вы взяли, записали всё и загрузили это видео на YouTube, нет. Потому что вы послушайте, вы себя услышите, как вы говорите. Потому что это кажется, вот, может быть, вот, я, кажется, хорошо разговариваю, но потом, когда вы запишите и услышите, как вы говорите, вы поймёте свои ошибки, вы услышите, что вы произносите неправильно. Да, и ещё, притом, говорю, носители языка тоже вам укажут на ваши ошибки. Ладно, ребята, пора мне закругляться, потому что уже скоро будет время забирать Лионы из школы. Поэтому говорю вам спасибо, что смотрели. Надеюсь, это видео вам понравилось. И до скорой встречи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok